Глава 30. Яшуа и Неха Сегодня у меня свидание. Я спустилась на первый этаж. Я ожидала родителей, сидя на каменных ступенях, и видела Фатиму, стоящую у двери за широким деревянным столом свиданий. Когда я впервые встретила Фатиму в явской тюрьме в Кишле, стоящую в кругу арабок и что-то рассказывающую, она была беременна. Сейчас она прижимала к груди младенца, а к ногам ее прилип малыш лет четырех, краснощекий и напомаженный, одетый в длинную рубаху, скрывающую ноги и руки, и еще волочащуюся по земле. Издалека они кажутся единым существом о трех головах, называемым Фатимой. И младенец, и младенческая голова, торчащая между ее шеей и плечом, и это малое тело в огромной рубахе сбоку. Стоит она, молчаливая и равнодушная. Кажется, нет у нее ничего в мире, кроме этого состояния, и она может стоять так бесконечно, и никто не в силах вывести ее из этого покоя. Не то, чтобы она была вне пределов времени. Наоборот, ее покой сливался с вечностью. В таком безмятежном покое пребывали здесь все заключенные арабки. Такими же безмятежными были их песни. Их называют монотонными, но они весьма разнообразны. Это разнообразие приходит не от изменения тона, а от беспрерывного возвращения к нему. Фатима еще стоит, и я не могу понять, после свидания ли она или перед, и я не знаю, начнется ли когда-нибудь у меня свидание. Одна из арабок, пришедших со двора, шепнула, что видела моих родных, с утра ждут свидания. А я жду их с ночи. Я жду их уже два месяца, с того дня, когда они были здесь в последний раз. Ребенок Фатимы захныкал. Фатима погладила его по головке. Я тоже пригладила растрепавшиеся волосы, которые старательно причесала перед выходом. Я улыбалась про себя, поглядывая на свои одежды. Я надела наиболее яркое платье, самый красивый красный пояс, приколку не посреди, а сбоку, может, черную ленту на волосы. Так девушки наряжали меня утром. Так мы стараемся нарядить любую, у которой свидание. В этом есть что-то унизительное, в насмешку, принаряжаться в камере, чтобы спуститься на первый этаж, стоять перед зарешоченной дверью, отделяющей тебя от родных, и через двадцать минут вернуться в ту же камеру. Но никто из нас не вздыхал тяжело после, раздеваясь. Быть может, потому что каждая из нас ощущала, и двадцать минут, и среди тюремных стен ты пребывал в ином мире, далеком. А быть может, еще и потому, что не было перед кем себя вышучивать или выглядеть униженным. Все мы были в одном и том же безвыходно замкнутом круге. Ребенок Фатимы капризничает, сучит ножками, а я думаю о том, очередь кого из моих братьев сегодня прийти ко мне на свидание. В последний раз был десятилетний Авне. Он принес мне белый цветок, сорванный по дороге. Надзирательница взяла цветок и ощупала толстыми своими пальцами каждый лепесток. Не упрятано ли что-нибудь внутри? Я помню горящей ненавистью взгляд брата, когда он смотрел, стиснув зубы, на то, что она делает с цветком. Может, это ненависть и сжатые губы и были первыми искрами бунта. И позднее именно он, еще юношей, будет связным между подпольщицей и родителями. Послышался голос в конце коридора. За решеткой двери стоял пожилой араб в куфье с небольшой плетеной корзинкой. Одна из надзирательниц пыталась удобно устроиться в кресле-качалке рядом со столом. Когда я увидела, что она, заметив меня, не обратила никакого внимания, я приблизилась и стала у стены коридора. Муж Фатимы в широкой рубахе с желтыми полосами, перевязанной желтым кушаком, стоял на месте и не глядел на Фатиму. Когда надзирательница наконец-то устроилась в кресле, старик кинул в ее сторону уважительный взгляд, опустил голову и благословил ее и всех ее домашних, все еще не глядя на Фатиму. Она стояла, как и раньше, недвижно, только стала поправлять что-то на голове младенца, пока он снова не захныкал. И, наконец, старик обратился к ней, поглядывая по сторонам. «Ну, а ты, как твое здоровье, Фатима?» «Благословение Аллаха здорово!» ответила Фатима. «А дитё как? Благословение Аллаха целует твою руку!» Опять замолчали оба, как будто вообще еще и слова не произнесли. «Стояли молча, старик и Фатима, и ни они, ни надзирательница не ощущали ничего странного в этом затянувшемся молчании. Дикая первобытная сила была в этом молчании. Старик снял с руки корзину, достал спрессованный инжир и угостил надзирательницу. Достал слившиеся конфеты и дал их малышу, затем просунул корзину через решетку и поставил на стол. В корзине было немного фруктов, свежие питы и много овощей. Фатима опустила младенца на пол возле стола, широким движением подняла подол платья, скользнувший по столу, и смахнула все гостинцы в платье. Надзирательница жует инжир, поглядывает на Азиза, прижавшегося к Фатиме. «Ты чего так стоишь, Азиз?» обращается она к ребенку. «Иди поцелуй твоего отца, и не стыдно тебе не пожелать твоему отцу здоровья?» Малыш вздрагивает, но не двигается с места. Но Фатима, подбодренная голосом надзирательницы, подталкивает сына. «Иди, иди, твой отец здесь, спроси, как здоровье твоего отца!» Азиз шевельнулся, постоял еще миг сзади матери, но тут же мелкими шажками боязливо пошел к двери, взял протянутую к нему руку отца, прикоснулся ею к своим губам, затем к колбу, отодвинул ее назад и вернулся за спину матери. Казалось, нет никакой преграды между Фатимой и ее мужем. Стоя за решеткой, он был как бы внутри тюрьмы, рядом с Фатимой, а она, казалось, стояла рядом с ним на свободе. Решетчатая дверь задерживала лишь воздух. Только униформа надзирательницы казалась здесь странной и чуждой. Одна из заключенных окликнула надзирательницу, муж Фатимы быстро прижался к решетке, зашептал Фатиме, припрятала что-нибудь. Нет, Ялла, Бог-свидетель, ни копейки, ни копейки, Бог-свидетель, приложила она правую руку к сердцу, левой рукой все еще придерживая подол платья, полный овощей и фруктов, вдруг подхватила младенца с пола и прижала к груди. Зрачки старика сузились, прокашлялся и плюнул. Тьфу! И более чем неверие было на его лице презрение и жалость. Брызги от плевка долетели до лица ребенка. Фатима не изменила выражение лица, вытерла щеку младенца. Надзирательница вернулась, свидание закончилось. «Ялла, Фатима, за работу! За работу, Фатима! Ялла!» повторил старик уважительно вслед за надзирательницей, взял пустую корзинку, впихнул ее в тряпку, которая была до этого послана на стол, и, благословляя надзирательницу, пошел по ступеням во двор. Фатима уже бежала в другой конец коридора с ребенком на руках, и малыш бежал вслед за ней с криком «Мама! Мама!» Со стороны лестницы ко мне приближались двое. Мелада, надзирательница, которую называли интеллигентной, ибо, в отличие от всех своих коллег, она немного говорила на беглом английском, немного на иврите и умела производить расчеты до ста. Этого было достаточно, чтобы она ходила, важно подняв голову, с таким видом, будто в каждый миг кто-то был готов покуситься на сокровище ее знаний. Вторым был сыскной агент. «Спускайся во двор, у тебя сейчас свидание», сказала мне Мелада. Отец смотрел на меня добрыми глазами, в которых таилась давняя печаль. Бабушка, глаза которой давно уже плохо видели, открывались совсем немного, но еще достаточно, чтобы плакать, потянула за руку малого моего брата, Элиава. Мама сняла с рук две тяжелые корзины и, протянув через решетку пальцы, сжала мои. «Мамнуа, запрещено», сказала надзирательница. Мама извлекла из одной корзины горсть миндаля и дала мне, чтобы я его съела тут же, на ее глазах. «Мамнуа», сказала Мелада, забрала миндаль из моих рук, перебрала каждую миндалину. «В чем дело?» спросила мама. «Это всего лишь миндаль». «Все требует проверки», заявила Мелада, не столько для мамы, сколько для агента, сидящего с ней рядом. Отец рассказывает о доме. Бабушка бормочет до благословения, то слова милосердия, а между ними то стонет, то проклинает. Мама извлекает все из корзин. Я слушаю отца сердцем с бабушкой, но взгляд перевожу от мамы опустошающей корзины на руки Мелады, перебирающие все, что принесено. «Пирог надо обязательно резать», на лице мамы жалость. Мелада разрезает ножом пирог. «Всю дорогу я только и старалась сохранить его целым. Что в нем искать? Только изюм и фисташки». «Правда, только изюм и фисташки. В пироге нет почты». Разрезанный пирог лег рядом с фруктами на стол. «И в фруктах, и в сладостях нет почты». Мама ставит на стол банку с повидлом. Надзирательница снимает крышку. Я смотрю на дно банки. Не двойное ли? Нет. Банка не жестяная, а стеклянная. Я бросаю украдкой удивленный взгляд на маму. «Где же почта?» «Это я сама варю из винограда», говорит мама надзирательницы, указывая на повидло. «Попробуй, пожалуйста. Пальчики оближешь. Пожалуйста». Не успокаивается мама, пока Милада не берет повидло на кончик ножа и подносит к рту. «Золотые руки», говорит Милада, и лицо мамы сияет. Милада погружает нож в банку, двигает им во все стороны. «Я ощущаю это, как уколы в грудь, и все поглядываю на маму. Где же в конце концов почта?» Мама улыбается и берет вторую корзину. Извлекает фланелевую майку с длинными рукавами. «Не снимай ее, даже если жарко, слышишь?» и пару туфель. «Зачем ей здесь туфли?» спрашивает Милада, шаря руками внутри них. «Куда она тут ходит?» «Очень хорошо». «Я стараюсь сдержать биение сердца. Мои уже совсем старые», добавляю радостно, ибо вижу слегка утолщенное брюшко, туфель, скрывающее почту. Милада опять начинает шарить в них рукой. У меня замирает дыхание. Я вижу чуть расходящуюся строчку шва, с которого свисает нитка. Но в этот миг откуда-то вдруг выскакивает Неха. Я еще не успеваю понять, каким образом она здесь очутилась, как Неха хватает, балуя стуфли из рук Милады, быстро натягивает на ноги и начинает бегать вокруг стола. Прямо на мою ногу, точно на мою ногу. И исчезает, игриво подпрыгивая по ступеням, прежде чем Милада успевает бросить ей вслед взгляд, от полной жалости и снисхождения. В том, что Неха неожиданно оказалась свободно расхаживаемой по коридорам, вместо того, чтобы, согласно правилам, сидеть в камере с Хисей и Деборой, не было ничего удивительного. Ибо к Нехе не только надзирательницы, но даже и начальник тюрьмы относились снисходительно, не только за ее девическое обаяние, но и потому, что Неха официально не находилась здесь, как член Лехи. На следствии, арестованное за хранение оружия, она не была опознана, как Неха Срулович, член Лехи, а как неизвестная по имени Цепора Вайс. При следствии в сыскной полиции нет необходимости в судебном опознании личности, когда после ареста ей задали первый же вопрос, «Не она ли Неха, подруга Яшуа Куэна, разыскиваемого полицией давно?» Неха ответила «Я Цепора Вайс». Яшуа жил вместе с Рыжим в кавычках Авраамом в одной комнате в квартале Муграби около моста квартала Атиква. Однажды вечером, возвращаясь домой, Рыжий в кавычках увидел на мосту английский патруль. Это был, как потом выяснилось, обычный патруль, но понятия обыденности стираются в сознании подпольщика, когда он видит вражеских солдат недалеко от своего дома. Рыжий поторопился в дом, предупредил Яшуа «Уходи, полиция!» Но в комнате были еще гранаты, пистолеты, боеприпасы и Неха! Полиция еще не была на пороге, можно было успеть вооружиться, что и сделали Яшуа и Рыжий. Выпрыгнули в окно, а один пистолет дали Нехе. Неха прыгнула последней, продолжая рвать бумаги, оказавшиеся в кармане, и разбрасывать обрывки по тропе за собой. «Вдруг...» «Стой!» Британец с автоматом приближался к ней по тропинке. Патруль был обычным, но понятия обычности нарушаются, если патрульные видят человека, крадущегося между домами. Послали одного полицейского. Он увидел издалека двух парней, выпрыгнувших из окна, а приблизившись девушку, прыгнувшую на тропу. Неха успела уничтожить все записки, но убежать не сумела. И Ашуа и Рыжий уже были далеко, в цитрусовых садах. Тропинки цитрусовых садов влекут к себе И Ашуа, который давно стал живой легендой. Бородатый, вооруженный пистолетами, питающийся апельсинами, худой, смуглокожий, он смотрел на мир глазами огненного цвета. Сила легенды не в том, что она отрывается и как бы парит над реальностью, а в том, что даже если она живет внутри существующей реальности, она не влечется ее потоком, а остается в нетронутой чистоте. И Ашуа был легендой, потому что во влекущем за собой потоке черной действительности тех лет он оставался чистым, бунтовщиком и мечтателем. И ходил он садами, а не по улице, не потому, что не желал по ней ходить, а потому, что в те дни улица желала видеть живого Яшуа только мертвым. И Яшуа хотел жить. Он уже был однажды среди пропавших без вести в свои восемнадцать лет в сорок втором году, но множество мертвых было еще и до его исчезновения. Сотни погибших беженцев корабля Струма, который не был допущен к берегу в месяц Сеодар сорок второго года. Спустя две недели после убийства Яира был подорван и пошел на дно Черного моря. Мертвым в глазах Яшуа был весь еврейский Ишуф, кипящий ненавистью до того, что преследовал, ловил и сдавал британским властям подпольщиков, террористов из банды Штерна в кавычках, до слепого обожания, любил самого себя, свою жизнь, свой дом лопался от изобилия в те дни, когда в Европе вовсю свирепствовала Вторая мировая война. Мертвым был и Эцель, от которого отделился Яир, увидев, что в Эцеле верят обещаниям британцев и даже готовы мобилизоваться в ряды английской армии. Да, и эти были подобны мертвым, наследники Яира, члены командования, разыскиваемые денно и ночь на полиции, дышащие воздухом ненависти окружающей улицы, днем и ночью пребывающие в страхе, чтобы не постигла их судьба Яира, потерявшие веру и сами сдающиеся полиции. И даже товарищи Яшуа, которые не выдали себя властям, заперлись по домам в ожидании, пока уляжется буря. А провалы? Две операции в ответ на убийство Яира провалились. Первая, когда машина Мортона, убийца Яира, наскочила на мину, но Мортон остался жив. И вторая, когда в заминированную машину начальника британской полиции Сандерса первым, как полагалось, вошел не он, а его слуга араб, открыл дверцу и был убит на месте, а Сандерс остался жив. Сандерс не знал, что этим спас жизни многих офицеров сыскной полиции, ибо дорога на кладбище была сплошь заминирована, и это предназначалось для всего высшего офицерства, которое должно было бы сопровождать гроб Сандерса. Мины не были введены в действие, полиция их только арестов. Лучшие из командиров и солдат верных Яиру сидят в тюрьме Мезра в Иерусалиме и в Акка, и к ним присоединяются все новые, арестованные по доносу, по слежке, при внезапных обысках. Склады оружия в заброшенных домах обнаруживаются один за другим. На свободе остались Яшуа, горстка юношей, уже подозреваемых и разыскиваемых полицией. Единственное, кто вне подозрений, это новенькие, недавно приехавшие в Эрцисраэль из Галуда, но они новички, без всякого опыта подпольной работы. Яшуа не был командиром, но когда не получаешь приказов от другого, нет иного выхода прислушиваться к приказам, идущим изнутри. И первым был приказ стать командиром. Быть может, на свободе были люди более способные руководить и командовать, чем Яшуа, но в те дни главное было не то, что делать, а как держаться. Более чем приказ, требовался символ, живой символ и есть приказ. И Яшуа был символом. Сам он не мог открыто быть во главе, ибо голова его смотрела со стенных плакатов, и под ней надпись, сулящая премию в тысячи израильских лир тому, кто поймает его живым или мертвым. Яшуа ушел в цитрусовые сады. Шорох деревьев не пугал, а успокаивал. Подглядывали за ним лишь небеса да птицы. Дух поэзии веял над головой. Яшуа не был поэтом, но хотел крикнуть «нет» голоду, гибели безвинных, измене друзей, провалом. Крикнуть «да» свету, борьбе, вере. Наружу все это вышло поэтической материей, ритмом и рифмой. Пусть без крыши и хлеба окружен ты корыстью и изменой, и страхом погонь, свистом пуль тех шторыщут, жадной страстью к убийству. Погасить невозможно огонь. Поклялись мы погибшим недалек день победы, черной кровью наш враг и зайдет, миг настанет свободы, сгинут боли и беды, и заря над Сеоном взойдет. Яшуа воспевал царство, а борода его была расхристана и ветхие одежды, но даже будь он одет в царские шелка, не подходил Яшуа по сути своей королевским покоям. Царь со всем своим великолепием не мог бы в те дни жить в цитрусовых садах, а без этих садов не могло родиться царство. И царь в те дни должен был довольствоваться задними рядами и ждать своего часа, ибо в те дни пришел черед не царству, а легенде. Но легенда должна питаться реальностью, чтобы быть живой. Неха приходила ночами в сады Шарона, искала Яшуа среди деревьев, приносила с собой буханку хлеба и последние новости, кто погиб, кто арестован, кто изменил. И, выходя из садов, Неха приносила ожидающим парням лишь дух и отцвет глаз цвета огня. Так это было до третьего дня в месяце Иллу 43-го года, когда из концентрационного лагеря в Мезере бежал Михаэль. Пришло время действий. Лехи вышла на улицы, и Яшуа стал выходить из садов. 19-го числа в месяце Ав 44-го года Яшуа возглавил группу землемеров, в кавычках, которые в рабочих робах ждали на четвертом километре пути из Иерусалима машину верховного наместника Мак-Майкла. Машина прошла, верховный наместник был только ранен, но пуля, оцарапавшая его тело, глубоко поразила гордость империи. В конце того же года Яшуа снова оказался в Иерусалиме. Вместе с товарищами он должен был организовать покушение на первого секретаря мандатного правительства Шоу. Яшуа сидел с Элли в столовой в одном из Иерусалимских переулков. Неожиданно вошел шпик. Яшуа был без оружия. В те дни мы уже вышли из полосы преследований и Центр Лехи дал указания всем членам, имеющим при себе оружие, защищаться с риском для жизни, но не сдаваться. Борец за свободу не поднимает рук вверх, он оружием защищает личную свою свободу. Указание это отражало изменившуюся ситуацию. Двадцать членов Лехи сумели бежать через прорытый в земле тоннель из Латруна. Удалось сбежать из Иерусалимской тюрьмы также Яшки и Мойшелэ. В почтовых ящиках граждане находили нашу газету «Фронт», начавшую выходить один раз в месяц, и в ней анализ наших целей и пропаганда нашего пути. Наши обвиняемые превратили скамьи подсудимых в британских судах в места общественной агитации, и речи их изменили отношение многих к идеологии Лехи. Мы стали сильными, оружие уже использовалось не для защиты, а для нападения. легенда, стоящая лицом к лицу с врагом даже вооруженным побеждает, пусть у нее и кончились патроны. Но время легенды прошло, уступив место войне, а тут враг сильнее, и нет выхода, его надо побеждать хитростью, обходом, внезапностью, и в том месте, которое выбрали мы. Был бы Яшуа тогда вооружен, быть может, убил бы Шпика и сам был бы убит. Яшуа был без оружия, Шпик узнал его. Эли занес бутылку над головой Шпика, хозяин столовой схватил Эли за руку. В эту минуту вошли три полицейских араба. Эли успел исчезнуть, Яшуа арестовали. Из Латруна с первой партии заключенных он был отправлен в Африку, но за несколько месяцев до этого была арестована Неха. Мое имя Цепора Вайс, сказал Неха. Два заявления для суда были подготовлены. Одно от имени Цепоры Вайс, другое на случай, если все же опознают в ней члена Лехи Неху Срулович. Ее не опознали. Дали ей срок четыре года. Отношение к ней в тюрьме было иным, чем к членам подполья. Но у Цепоры Вайс нет прошлого. Она не может пользоваться привилегиями, которые действуют политзаключен тем чувством свободы в кандалах и правом говорить, что ты считаешь нужным и открыто солидаризоваться с борьбой товарищей. У неизвестной нет родителей, братьев, некому посылать ей овощи и фрукты, некому писать, некому в течение четырех лет приходить к ней на свидание. «Жалко ее», сказала матери Милда, извиняясь за то, что та забрала туфли, некому ей приносить посылки. «Бедная девочка», добавила она по-английски сыщику, который еще не понял, что произошло, «сидит уже несколько лет и ни один человек ее не проведал». Но это было не совсем верно. У Нехи был один и постоянный посетитель Ягашуа. Он не стоял с той стороны решетчатой двери, он все время был внутри, в камере, перед глазами Нехи.